Показав, что было нарушение правил со стороны атакующей команды. Ничья на Сардинии. Мы снова переезжаем на север Италии. Возвращаемся на север и Турин. Стадио Олимпико Ювентус против Дженуа. Матч был воскресный. Матч был вынесен на 12.30 по итальянскому времени. Поэтому вызвал он совершенно серьезный зрительский ажиотаж. Лучи Дельнери, Давиде Балардини, тренеры команды. И состава Ювентус. Торари в воротах. Мотто, Бануччи, Барцали, Траоре, Маркизио, Аквилани, Краснич, Мелло, Пепе и Матри. У Дженуа следующий состав. Это мы смотрим, как Реонардо Бануччи срезает мяч в собственные ворота. После прострела с фланга. И вот так непросторопно сыграл центральный защитник Юго. В состав Дженуа Эдуардо, Конко, Дайнели, Моретти, Антонели, Миланетто, Каладзе, Роси, Место, Полоски и Флора Флорест. Момент возникает у туринского Ювентуса. Эдуардо вступает в игру после удара с того же Леонардо Бануччи. И здесь Эдуардо был на высоте. Еще один момент. Симоне Пепе бьет головой в нижний угол. Мяч не попадает в створ. Вообще, Ювентус в последних двух матчах выглядит неплохо. Команда показывает достаточно содержательный футбол. И многие это связывают с тем, что команда немного раскрепостилась. Команде стало проще. Любопытно, что Ювентус играет сейчас не в оптимальном составе. Отсутся сразу несколько ведущих футболистов. Буфон Кьелини Дель Пьеро. Олицетворение предыдущего Ювентуса. Вот без этих футболистов Юве второй матч подряд показывает весьма интересный футбол. И вот он гол. Симоне Пепе, правда он не засчитан на счет Пепе. Это автогол. И Роси не слезает мяч, собственно и ворота. 1-1. Наверное, неправильно связывать достаточно уверенную игру Ювентуса с отсутствием Дель Пьеро и Кьелини с Буфоном. Но, тем не менее, факт остается фактом. Ювентус обыграет Джену. Это будет третья победа подряд старой Сеньор. Тем временем Флора Флорес наносит дальний удар поворотом Сторари на месте Галкипер. Ну, а вот здесь уже Флора Флорес сыграл намного увереннее и переиграл. И оборону Ювентуса и Галкипера. Выводит Флора Флорес вперед Дженуа. И показалось здесь, что Юве вряд ли может что-то изменить. Тем патч Ювентус в этом году себя зарекомендовал командой достаточно слабохарактерно. Но, что-то случилось. И Ювентус переламывает ход матча. Потрясающий голос от Алиссадро Матри. Да, возможно, немножко неуклюже сыграл Матри. Но как же он вот здесь разобрался с двумя футболистами. И фактически без размаха пробил в дальний угол. И попал, что называется, 2-2. Ювентус сравнивает счет. И моменты еще возникают. Андрея Барцали не дотянулся до мяча на дальней штанге. При этом Ювентус по-прежнему также безалаберно играет в обороне. Здесь Родриго Паласио чуть поточнее мог он снова вывести Дженуа вперед. Но, тем не менее, Ювентус хочет выиграть. Ювентусу победа нужна как воздух. И Симоне Пепе упускает свой очередной шанс. Классно он разыграл стенку с Лукой Тони. Забить не собил. Ну а вот уже сам Тони, который вышел на замену вместо Филиппа Мелло. Забивает гол. Тони за Ювю забивает редко. Но в основном его мяч становится решающим. Помним моего сумасшедший гол. Головой с линии штрафной на Сардинии ворота Калери. Ну а здесь Тони сыграл по-грасмейстерски. Поставил корпус и переиграл голкипера Эдуардо. Ответим, что передачу на Тони делал Альберто Аквилани. Ювентус выигрывает.